Ну, вот так вот по голове. Сколько ударов? Ударов 10. ЧП произошло в Изюмском районе на железнодорожной станции Закамельская. Двое подростков 16 и 17 лет встретили здесь неизвестного мужчину. В показаниях говорят, он им не понравился. Мы с моим другом выпили чуть-чуть, пошли на вокзал, на вокзале встретили бомжа. Ну, мы решили его выгнать. Он не захотел выходить, и мы его побили. Там сидел бомж, от него воняло. Мальчикам это не понравилось. Они пошли с первого поговорить. Он не послушал и получил. С первого с ноги получил от Дениса, ну а потом от Славика. О том, что на Закамельской привокзальной площади лежит окровавленный человек, сообщили в дежурную часть милиции на станции Основа. Подростков задержали по горячим следам. Правоохранители установили несовершеннолетние жители Изюмского района. Один из них учится в вечерней школе, другой – в специальном профтехлицеи. Оба из проблемных семей. В ходе проведения проверок установлено, что данные неповнолетние ввели антисоциальный способ жизни. Майже не отведывали учебные заклады. Очень часто вживали алкогольные напои. Один из них в 2014 году был притянут к административной ответственности за вживание алкогольных напоев в городском городе. Мужчину с многочисленными травмами доставили в реанимацию Центральной районной больницы Изюма. Был доставлен гражданин, неизвестный, приблизительно 50 лет, с диагнозом тяжелая сочетанная черепно-мозговая лицевая травма, мозговая кома, субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей носа под вопросом. Спустя несколько дней мужчина скончался, он до сих пор не опознан. Задержанным огласили подозрение и отпустили под личные обязательства. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего». Подросткам грозит до 10 лет тюрьмы.